Прежде чем избрать новый штаб руководителя, сочинские молодогвардейцы отчитались о проделанной работе за год на их счету, федеральные, краевые и местные проекты. Особенно активны оказались молодые политики во время празднования 70-летия Победы. Активисты провели мониторинг состояния памятников, привели их в порядок, поддержали акции «Герои нашего времени», «Сирень Победы» и «Бессмертный полк». Но деятельность членов местного отделения молодой гвардии имеет не только патриотическую направленность. Большое внимание местное отделение молодой гвардии уделяет пропаганде здорового образа жизни. Так, совместно с Управлением молодежной политики города, с января месяца по-настоящему практически каждый месяц с нами проводятся большие антитабачные акции и шествия, в которых принимают участие сотни молодых людей. Молодогвардейцы присоединились и к народному контролю. Вместе с полицейскими они провели десятки рейдов. Следили за тем, чтобы не продавали табак и алкоголь несовершеннолетним. На прилавках были только качественные продукты и по приемлемым ценам, а на дорогах осуществлялась законная перевозка пассажиров. «Сочи – город непростой, город особенный. У нас, молодежи, здесь проживает более 150 тысяч человек. Это целая армия. И, конечно, не так много ребят, к сожалению, в связи с тем, что этот курорт, хотели бы заниматься политикой». Возможно, переломить ситуацию получится у вновь избранного местного штаба молодой гвардии. В него вошли 11 человек. Руководитель остался прежним. Практически единогласно участники конференции проголосовали за вахтанга Хикланзе.